Неожиданный ажиотаж вызвало строительство небольшого павильона в Дзержинском районе. Как развивается ситуация, об этом далее. Не в тесноте и не в обиде. Тогда недавнего времени виделась история с этим участком на Ленинградском проспекте и администрацией Дзержинского района и его арендатором. Однако к рождению неделю назад появившееся на пятачке у дома номер 113 вызвало небывалый ажиотаж. Шумиху на пустом месте поднял, видимо стремясь очернить новое руководство города под контрольный телеканал правительства области. Участок земли вдруг якобы начал мешать местным жителям, хотя к дворовой территории его можно отнести с большой натяжкой. Да и новое сооружение будет не капитальным, а временным. Я считаю, что у нас все законно. Это единственное, мне кажется, вводит в заблуждение народ вот такими заявлениями, что здесь незаконное строительство идет. Я также уже, наверное, предоставлял всю документацию, которая есть у нас, подтверждающая, что у нас законное право на строительство. Когда устанавливался забор, подходили жильцы вот с этого дома. Ну, там немного, человек, может, пять подходило к нам, узнавали, интересовались, что здесь будет строиться. Мы объяснили, некоторые спросили документы, мы показали документы, то, что мы имеем право здесь начать строительство. Вопреки здравому смыслу, также зазвучали обвинения в адрес нового главы города в незаконной точечной застройке. Хотя судьбу участка решил прежний мэр Ярославля Виктор Волнычунац. В документах фигурирует также фамилия нынешнего губернатора области Сергея Ястребова. Постановление мэра о предоставлении земельного участка на строительство временной постройки не является объектом капитального строительства. Мэрия города Ярославля, Ястребов, первый заместитель мэра. Сергей местный житель. Он уже 10 лет занимается предпринимательством в Дзержинском районе. В его собственности несколько торговых павильонов. Сейчас, по его словам, малому бизнесу приходится нелегко. Профиль предпринимателя – молочные продукты, но обойти в конкурентной борьбе крупных оптовиков практически невозможно. Год назад, когда Сергей получил право аренды этого участка, он решил сменить направление бизнеса. На этом месте он планирует построить парикмахерскую и готов взять на себя ответственность за прилегающую к ней территорию. Территорию – это обязательно благоустроить мы хотели, потому что это лицо города. И мы хотим здесь сделать, чтобы было красивое, ну пускай небольшое, но красивое здание. О том, что у этого участка уже есть арендатор, местные власти узнали в прошлом году. У главы Дзержинского района тогда возникло желание поставить на этом месте детский игровой комплекс. На сегодняшний день оснований сомневаться в законности выделения предоставления земельного участка под строительство временного сооружения нет. Предприниматель законно получил строительную площадку. Нарушить закон мы не имеем права, то есть закон обратной силы не имеет. Строительство здесь начнется уже завтра, и признаков возмущения местных жителей нет, так же, как нет и вины существующих городских властей за решение предшественников. Субтитры создавал DimaTorzok